Хеллоу, друзья мои! Всем огромный привет и добро пожаловать! Это игра под названием The Sims 4, и это наш проект под кодовым названием Ветклиника Софи. Итак, что же было в прошлой серии? В прошлой серии наша Глория узнала страшную тайну. Стефан женат. Да-да, представляете, Стефан, который крутился вокруг Софии, то он ее на свидание звал, то он никуда ее не звал, оказалось, что он женат. И жена у него такая интересная мадамочка оказалась. Как же Глория об этом всем узнала? Она вместе со своим новым другом, кстати, многие сказали, что дружок очень даже ничего такой. Она со своим новым другом гуляла в парке, и когда она перелазила через скамейку, она заметила, что Стефан сидит не один. Он не то, что сидит не один, он обнимается с какой-то блондинкой. Серьезно, обнимается, целуется, все дела. На следующий день Глория прогуляла школу. Да, она прогуляла школу, но, знаете, как это? Для благих целей она отправилась к Стефану, прикинувшись, что хочет заняться тренировкой Рокси, мол, она на этом подрабатывать решила, ей нравятся животные, все дела. И она залезла к нему в планшет и увидела, что в одной из социальных сетей указана жена, и на фотографии была именно та девушка. Обалдеть! В общем, Глория была в шоке, я была в шоке, все были в шоке, и теперь нужно понять, что же нам делать дальше. Ну что ж, друзья мои, я думаю, что перед началом ролика я также сделаю маленькое вступление, потому что, ну, не касательно уже нашего самого летсплея, а в принципе, потому что, как вы помните, уже у меня вступления были. Я делала, по-моему, ролик или два назад. И я смотрю, что приходится их делать все чаще и чаще, но хотелось бы, конечно же, их уже избегать, потому что, ну, хотелось бы донести, скажем так, ту информацию, которую я хотела бы. Итак, очередная у нас вышла серия, и снова появились те, кто посчитал нужным, ну, скажем так, погореть. И в очередной раз поводы для горения меня просто удивили. А на сей раз честь ребят писала, что Такеру было плохо, потому что он был в свитере, даже ему было жарко, как ты могла не отвезти его в ветклинику? Ну, во-первых, если животное заболевает, и мы с вами, в принципе, уже с этим сталкивались, у них в главном меню сразу же появляется пункт везти в ветклинику. Да, ребята, он сразу же появляется. То есть, если его у нас с вами не было, то, значит, с животным было все в порядке. Окей, я согласна, что нужно было его отвезти, возможно, на профильный осмотр, ну, то есть, чтобы его посмотрели, возможно, какое-нибудь лекарство дали, но потом некоторые ребята уже писали, что они сталкивались с этим, и у животного было просто переутомление, он хотел спать, и, как вы помните, у нас была заперта калитка, и он просто не мог добраться до своего места. Ну, я заперла калитку, чтобы животные не убегали. В общем, ну, почему-то часть ребят абсолютно, вот как обычно, то, что я уже говорила, не контролируя свои слова, не фильтруя свою речь, они посчитали нужным указать, что это просто какой-то грех, что мы вот, такер, практически вот не спасли его, и вообще это жесть, печаль, беда, обида. И, конечно же, некоторые ребята писали, Даш, почему ты в ветклинике всем не помогаешь? Ну, во-первых, ветклиника у нас открыта, и у нас там есть другие персонажи игровые, то есть, помимо нашей Софии, там еще работают три персонажа, насколько я помню. И от того, что мы не помогли котику с красными лапами, ну, значит, ему кто-то другой поможет. Логично, что мы не можем разорваться на всех животных и помочь вот прям вот всем, кого мы видим. То есть, кто-то брал котика с красными лапами, кто-то брал с красным носом, кого-то брали с синей шерстью, как вы помните, у нас там есть такая болезнь. В общем, друзья мои, давайте будем жить с вами дружно. Я, конечно, понимаю, что вступления мне самой не особо нравится делать такие, потому что очень хочется, чтобы вот я их один раз сделала, одно такое вступление, и ребята меня поняли. Поэтому давайте как-то будем вот это горение контролировать. Просто иногда, честно говоря, уже удивляет гореть по поводу и без повода. Вот складывается впечатление, что людям просто нечего делать, им только дай повод погореть, и они пойдут и будут, а, я горю из-за того, что у нее синие штаны, а я горю из-за того, что у той красная рубашка. Ну, окей, ребят, не всегда ваши вкусы будут совпадать с моими или с чужими вкусами. Это логично, это нормально, это всегда так будет. Поэтому, пожалуйста, давайте будем либо жить дружно, либо просто я рекомендую закрывать тот или иной проект, и все. И вы не будете гореть, вы не будете портить себе настроение той несправедливостью, тем выбором, который вот сделали, и он не совпадает с вашим. В общем, я очень надеюсь, что у нас с вами все будет тихомирно. И опять-таки, я напоминаю, в сто пятьсот тысяч миллионный раз, ребята, это игра. Это игра, это не живые животные, это не живые люди, это всего лишь игра. Если я не успеваю за кем-то следить, ну, я бы хотела, чтобы вы понимали, что я физически могу не за всеми уследить. Окей? Окей. Кстати, да, многие ребята отметили, что наша Кия, оказывается, у нас же у Кии и Такера были щенки, и они пропали. Ребят, я не знаю, с чем это связано, серьезно. Я их никуда не удаляла, не продавала, ничего с ними не делала. Почему так произошло, понятия не имею. Наверное, глюк, ребят. Наверное, какой-то глюк, и, честно говоря... А? Ребят, а что это вы вышли из дому? Я же вас не выпускала. В общем, видимо, произошел какой-то глюк, и что с ним делать, я действительно не знаю. К сожалению, как видите, нас осталось сколько? Нас тут девять. Кто не знает, ну, вообще, по классике, по стандарту, нас должно быть восемь. Но, так как я использовала мод специальный для расширения количества персонажей, то нас стало чуточку побольше. Так, давайте узнаем, что не так с нашей кошкой. Что с тобой не так? Так, ты от чистого, опрятного лотка... Ааа, все понятно. Так, топаем домой. В общем, Глория у нас узнала страшную тайну. В общем, ребят, я надеюсь, что мы с вами... Опять-таки, я не призываю никаким, ну, скажем так, к чему-то плохому. Я просто очень надеюсь, что у нас с вами все... Ну, я вам объяснила свою точку зрения. Надеюсь, что вы поняли мою точку зрения. Ну, если вы не поняли, то, к сожалению, я тогда ничего не смогу сделать. Значит, так и будет. Я, опять-таки, всех приживаю... Приживаю... Призываю к доброте, к милоте. Все будьте няшками, будьте добрее. Так, ну что, Глории нужно возвращаться домой. Во-первых, она прогуляла школу, что очень нехорошо отразится на ее учебе. А, во-вторых, ей нужно все рассказать Софии. Итак, мы вернулись домой. Наши питомцы, слава богу, тоже с нами вернулись. Так, а где София? София, деточка, ты у нас... Я смотрю, что вообще все в порядке. Надо тут немножечко поубирать. Я хочу посмотреть, у всех ли есть еда у наших питомцев. Так, вообще-то надо мусор выкинуть. А, давай-ка ты пойди проверь. Ты куда собралась? Ты пошла кушать? Не-не-не-не. Не, есть оладьи не надо. Ладно, мне кажется, что с саладушками уже не все в порядке. София, я тебя прошу, давай-ка ты подними мусорник. Кия, не надо это делать. Выброси мусор, Кия. Как ты можешь? Не ешь мусор, пожалуйста. Так, Такер. Такер грязный, да, ребят? Ну, одежда не влияет никак на животных. Тут как бы нет пока что ни погодных условий, ни температурных условий. Поэтому, увы и ах. Увы и ах. Я думаю, что Софии нужно пойти помыть Такера. Давай, искупай в ванне Такера. Так, у нас щеночек какой-нибудь такой вот симпатичный в прошлой серии появился. Глория, конечно, мялась. Глория не знала, что можно сказать. Как вообще повести себя в такой ситуации? Так, Кия, пожалуйста, не делай так больше. Я тебя очень прошу. Не надо, пожалуйста, больше есть мусор. Но я боюсь, что Кия нас вообще не поняла. Такс. Все, лоток у нас появился. Как видите, все в порядке. Что там с нашей кошкой произошло? Вроде бы все нормально. Я думаю, что нам нужно... Нет, составлять распятують. Есть у нас еда. Может быть, давай наполним раз. Ну, все, в принципе, все в порядке. Так, посмотрим, кто мне звонит. Вот только не Стефан. Я не пойду сейчас к Стефану. Нужно сначала, чтобы Глория все рассказала своей, ну, скажем так, маме, в принципе. По сути, наша София является ее мамой. О, мамочки, ребят, мне становится страшно, что будет, когда она расскажется Софии. Ну что? Давай, может быть, мы как-то аккуратненько расскажем тебе дурацкую историю. О, нет, 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 нет. Давай пожалуемся на проблему. Расскажем, что все очень плохо. Скажем, что все просто... Просто... А, ты занят. Ну, давай, заканчивай купать Такера. Все. Так, смотрите, какой чистюлькин. Такер у нас просто чистота. Такс. Ну... Давайте-ка поделимся унылыми идеями. В общем, Софии все очень плохо. Софии, все ужасно. Все очень, очень, очень плохо. Давайте как-то ее развеселим, процитируем этим самым персонажем из мультика. И сейчас нам нужно рассказать то, что мы увидели у этого самого... То, что мы увидели у Стефана. А Софии, как вы понимаете, ну, второй раз она узнает эту информацию. То есть, Глория в очередной раз ей скажет, что... Ну, мам, ну, я видела это, действительно. Оказывается, что у него есть анкета в соцсетях, и там указана девушка, с которой я его видела. Софии, конечно же, начнет уже переживать. То есть, одно дело, когда Глория там, может быть, выдумала, но теперь, скорее всего, Глория говорила правду. И что случилось? А у тебя все в порядке? А ну-ка, давай посмотрим. Давай мы тебе дадим большое лакомство. Софии появился план. Софии решила, что, наверное, стоит взять Такера на прогулку. Так, а что у тебя случилось? Давай мы тебе дадим тоже особое лакомство. Не-не-не-не-не. Особое лакомство, я думаю, что мы не будем давать. Давай мы тебя просто погладим. И мы сейчас пойдем на прогулку вместе с Такером. То есть, типа, мы тут не при делах. Мы просто идем гулять. И заодно заглянем к Стефану. Если Стефан будет один, это будет очень хорошо. Но я боюсь, что Стефан там один точно не будет. И нам нужно будет как-нибудь прикинуться, что если мы ее даже увидим, то ничего такого страшного не будет. Ребята. Я же этого не просила. У нас что, еще будет? Котята будут. Ребята, мы их не стерилизовали. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что, Такер, я тебя беру... Я хочу тебя взять на прогулку. Так, поощрить. Нет-нет, к спариванию никакого спаривания. Я хочу отправиться с тобой на прогулку. Точнее, сначала я тебя возьму на поводок. Такер. Ты понимаешь, что не все жители нашего городка любят животных без поводка. Тем более таких больших. Поэтому Софи сейчас пусть возьмет Такера на поводок. А ты мне расскажи, что ты где-то в ванную принимаешь. Молодец. Бери Такера. Так-с. Отлично. И сейчас мы отправимся к Стефану. А ну-ка, Стефан, где ты у нас там живешь? Посетить семью. Окей. Посетим сейчас семью. Вместе с Такером. Посмотрим заодно. Обманывала нас Глория или не обманывала? Стефан будет один или не один? Как вообще на это все реагировать? Я боюсь представить, как на это реагирует Софи. Вы представляете? То есть она уже как бы строила планы касательно свадьбы. Хотя, по сути, она сама сделала предложение Стефану. То есть как бы вы видели, что он так себя вел. Очень странненько. Ну что, пошли? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-оу, ребята. Ну, давай, иди сюда. Иди сюда. И вы понимаете, что Катрина здесь? О-оу-май-гаш. Ты ко мне подойдешь, да? Ты что на... Ребята, у нас пришли обнимашки прямо на глазах у жены. Обалдеть. Нет, ну может быть, мы обойдемся без обнимашек? Слушай, ну я хотела бы как бы с тобой это самое. Ну, вообще-то выяснить отношения. Как ты мог вообще? Ты женат, а тут мне такое вот делаешь. Ребята, какие у нас пошли. Рокси, по-моему, вообще у нее какие-то проблемы. Но Стефан пусть сам решает проблемы с Рокси. Вы представляете? То есть Катрина у нас сидит дома. И вместо того, чтобы как-то себя вести нормально, он пошел обниматься с Софией. Я не знаю, это... Может быть, мы все-таки... Ребята, 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 на глазах. На глазах. Ребята, все было в порядке сейчас с Рокси? Че она влезла? Не пойми куда. Слушайте. А мы типа поздоровались, да? Да я так понимаю, что им вообще плевать. Давай узнаем, что случилось с Рокси. Рокси, расскажи, пожалуйста, хорошая моя. Что произошло? Я смотрю, что Катрина нас вообще игнорирует. Рокси! Давай узнаем. Так, Стефан, отвали от меня. Все, ребята, это просто пипец. Рокси? Я Рокси заберу к себе, если будешь так плохо следить за животными. Рокси, что с тобой? Скажи, пожалуйста. Ты хочешь гулять или ты хочешь туалет ликушать? Голодна! Ну, прости, пожалуйста, Рокси. Я здесь не живу, я тебе могу только лакомство дать. Особое лакомство? Бранд? Безумная вечеринка, дружелюбное действие. Давайте дадим лакомство. Хотя, я думаю, что лакомство нас сейчас не особо интересует. Я думаю, что мы вместе с Такером. Так, где мы... А, с Такера я не могу отправиться. Такер, наверное, у нас отправится домой. Блин, мы не отправились на вечеринку. Я же хотела на вечеринку сходить, но будем сейчас без вечеринки. Надо было сходить, потому что, вы сами понимаете, у Софи нет не просто настроения, а у нее нет никакого настроения. Мы будем уходить, ребят. Я боюсь, что это конец отношений со Стефаном, потому что мало того, что... Такер? Такер? Я хотела спросить, тебе там удобно спиться? Может, ты все-таки со мной домой пойдешь? В общем, Софи увидела, как все было. Она увидела, что у Стефана есть жена. Причем, жена как-то не особо среагировала на то, что Стефан с нами целовался. Но вот, скорее всего, понимаете, в этом, наверное, и была проблема. То есть, с одной стороны, Стефан у нас ко мне приставал, ну, к нашей Софии. А с другой стороны, он был женат. И действительно, кто-то предполагал, будет смешно, если у него еще две кошки и трое детей есть. Но сердце Софи было разбито. Сердце Софи было разбито. То есть, увидеть его с другой женщиной, с другой девушкой, просто невероятно. И она решила, что больше она никуда с ним ходить не будет. Все, хватит. Хватит этой жизни, хватит этих отношений. На самом деле, до Стефану Софии толком и отношений никогда не было. И, знаете, это такой вот был прорыв, как вы видите. Но, к сожалению, прорыв не произошел. Мы отправились в место для развлечений. Это у нас так домик называется, очень интересно. Я хочу почистать тебе брюшко. Да, сейчас мы сходим в туалет. С утра мы возьмем с собой Тайкера. Возьмем его с собой в ветклинику. Давайте я почешу брюшко. Тайкер, ты такой милашка. Ты такой хороший. Нам нужно сейчас отправиться в туалет. Почесали брюшко. Почесали брюшко. Я так понимаю, что брюшко мы чешем только с одной целью. А что наша Глория делает? Глория у нас тут, смотри, опять что ли? Кто опять перевернул мусорный бак? Ох, ребята. Не надо пить из лужи. Не надо пить из лужи. Давай, Глория, ты должна тоже заниматься воспитанием наших животных. Потому что, в противном случае, наш полупитомник превратится не пойми во что. Не надо так делать. А где Вафля? Вафля, что случилось? Давай мы тебе дадим большое лакомство. Вафля, как вы помните, наша любимица. Вафля, любимица нашей Глории. Потому что именно Глория привела ее к нам домой. Так, ложись, наверное, спать. А ты, моя дорогая, наверное, сейчас покорми Вафлю и тоже отправляйся скоро спать. Хотя я знаешь, что хотела бы тебя попросить? Я бы хотела, чтобы ты сделала домашнее задание. Да, уже 11 ночи для домашних. Посмотрите, какой няшный Такер. Такер просто, он, кстати, как-то посветлел, что ли. Вот это называется, отмыли его. Такер у нас посветлел. Что случилось? Неловкое замечание. Зачем Глория это сказала? Ну, бывает. Всякое, всякое бывает. У Софи началась легкая депрессия. Ну, как легкая? Даже не просто легкая, а очень серьезная. Потому что вы видели, что она думала, что Стефан будет ее возлюбленным. Что Стефан будет с ней. А все оказалось гораздо хуже. И теперь она понимала, что жить в этом районе ей вообще не особо хотелось. Как вы понимаете, вот наш дом. Вот дом нашей Софи. А вон дом Стефана. То есть жить рядом с человеком, который разбил ей сердце, она просто не хотела. Что случилось? Все в порядке, Такер. Пожалуйста. Я надеюсь, что с тобой все в порядке. С утра мы возьмем в ветклинику. То есть проведем, может быть, такой вот осмотр, чтобы с Такером все было в порядке. На всякий случай мы дадим ему лекарства. Но Сенотик хороший, смотрите, какой Бубочка симпатичный. Ты грязная, Кия. Кия, ну как же так? Кия. Так, я сейчас разозлюсь. А ты можешь перестать пить из этой самой? Так, давай-ка наваляй. Давай, дорогая моя, тебе надо навалять ему. Не надо так делать. Такер, плохой пес. Плохой. Нельзя так делать. А мы не можем искупать. Блин, я надеялась, что мы сможем искупать наших ребят. Но нет, к сожалению. В общем, Софи нужно было решать, что делать дальше. Я так понимаю, что... О боже, ребята. Я не могу, я не могу на это все смотреть. Я так понимаю, что Софи не захочет больше жить в этом доме. Дом красивый, хороший. Но нам стоит поменять место нашего жительства. Во-первых, очень маленький у нас внешний двор. То есть мы особо даже тренировать наших животных не сможем. Ну, а во-вторых, хотелось бы, конечно, что-нибудь новенькое, интересненькое. Может быть, мы что-то даже сегодня попробуем построить. Я пока что не знаю. Будем смотреть. Но сначала нужно нам закончить наше домашнее задание. Давай, Глория, мы в тебя верим. Ты успеешь, ты все сделаешь. Так, все, молочинка. Ложись спать. Ложись спать, нужно отдыхать. А на следующее утро мы с вами отправимся в ветклинику. И посмотрим, что же не так с нашим Такером. Ребята, а нормально, что в час ночи Стефан звонит, хочет пообщаться? Ну, хорошо. Зайди к нам в гости. Я тебе сейчас все выскажу. Я сейчас тебе выскажу все, что я о тебе думаю. Мы сейчас со Стефаном не просто разругаемся, а мы сейчас с ним просто вот... Я его порву как ту зигрелку. Где ты, гадина? Вон ты где стоишь. То есть ты решила, что я тебя здесь буду ждать? Ты серьезно? У тебя там жена, наверное, спит. То есть смотрите, он к нам пришел ночью. Ни днем поговорить, ни утром, ни вечером. Я не буду к нему подходить. Принципиально. Принципиально. Пусть захочет сам. Пусть заходит. Я не пойду к нему. Обалдеть, ребят. Просто нет слов. Мало того, что он повел себя по-свински. Так, ты зашел? Он зашел или нет? Нет? То есть он что, там будет стоять, втыкать? Серьезно? Нет. Он просто свалил, вы понимаете? Вот я осматриваю территорию, куда он мог деться. Он просто себе свалил. Мне слов нет. Просто нет слов. Так, тебе нужно сходить в туалет, Глория. К сожалению, тебе нужно отправиться в туалет. Привести себя в порядок. И ты должна будешь отправиться в школу. Ну, а вместе с Софи мы пойдем сейчас... Так, Софи, в принципе, выспалась. Я хочу искупать Кию. Так, купай в ванне Кию. Кию нужно искупать. И нужно пойти в ветклинику. Так, а что с нашим... Что с тобой не так? Ну, скажи, что случилось? Я боюсь, что нужно в туалет нашему щенку. Так. Руки помы... О, ребят, у нас все сломалось. Что такое? Что случилось? Ты голоден. Давай мы тебя поднимем. Я просто думаю, что мы будем сейчас делать новый домик. Если мы будем заниматься новым домиком, то понятное дело, что посадит туда Мартина. Я думаю, что будем одноэтажным. Потому что маленькие наши питомцы просто не смогут... Так, позвать питомца. Давай, Мартин, покушай. Наши питомцы просто не смогут ничего сделать. Они не смогут нормально передвигаться. Они не смогут кушать. Так, ну что? Ты купать будешь вообще? Кия спит. Кия, грязнули? А ну разбуди Кию. А ну-ка давай, пошли купаться. Кия, так просто не пойдет. Пойдем купаться, и мне нужно будет на работу отправляться. Мне нужно сводить сегодня нашего такера. Так, мы уже разбудили. И давай купаться. Кия, как ты могла так запачкаться? Ну вот где ты так запачкалась? Ну вот зачем? Зато у тебя на попе сердечко. Я надеюсь, что твое сердечко будет еще ярче, когда мы тебя искупаем. Я смотрю, что Глория отправляется в школу. Глория, давай, ты покушала. Смотрите, в хорошем настроении. Правда, она не доела блинчики. Она у нас отправилась учиться. Молодец, умничка. Ну а мы теперь... Ты тоже грязная. Вафля. Ой, вы посмотрите, какой у нас милый щеночек. Только уже этот щеночек заслуживает лайк от нас с вами. Смотрите, какой хороший... У него разные глазки, как у мамы. Какой же он милый, посмотрите. Я уже хочу посмотреть, каким он будет, когда подрастет. Так, а что с нашими кошками? Подождите. Ребята, а с кем... С кем тогда были у мэра Усикова те самые шуры-муры? Я надеюсь, что не с дочерью. Потому что мне стало немножечко страшно. Я надеюсь, что не с дочерью, ребят. Я очень надеюсь. Посмотрите, какой хорошенький. Он бегает за своим хвостом. Да я не хочу купать Киеву. Все, мы уже ее искупали. Подойди, пожалуйста, к нашей кошке. Подойди, пожалуйста, к Элисону. Слушайте, а... А, понятно. Я думаю, что Джен опять куда-то убегает. Так, ну что? Элисон, ты где? Элисон, иди сюда, в юбочке. Как у тебя дела? Ну... Мы тебя погладили. Хорошая кошка. Хорошая. Так, ну что ж. Нам нужно посетить ветеринарную клинику. И нам нужно ее посетить вместе с Такером. Во-первых, мы будем там работать. А во-вторых, мы сможем посмотреть, как у Такера дела. И не заразился он действительно чем-то. Как вы помните, у нас там часть наших сотрудников занималась изготовлением лекарств. Но я думаю, что мы можем начать осмотры самостоятельно. Кстати, у нас, по-моему, все это время клиника-то проработала. Ой-ой. Это полное ой-ой. Потому что, если она у нас работала, то у нас там, наверное, наши сотрудники безумно злые. А вроде бы не особо злые. Ну что, мы сможем здесь начать осмотр? Нет больных пациентов. Ребят, нет больных пациентов. Не пускать новых. Так, давайте пока не будем пускать. Нет, не пускать. Стоп, стоп, стоп. Не пускать. У нас тут хоть что-нибудь есть? Все раскупили? Серьезли? Вы что? Давай откроем. У нас тут есть только из кошачьей мяты лакомства. Плохо дело. У нас нету ничего для нашего Такера. Но, как вы видите, ребята, как вы видите, Такер получается здоров. То есть, с ним было все в порядке. Ну, то, что я, кстати, говорила, что с ним действительно все в порядке. Такер, ты где? Ну, откуда Такер уже делся? Ну, откуда делся Такер? Такер? Я сейчас буду... А, Такер у нас себе пошел во внутренний дворик. Ну, само собой, куда он еще могут отправиться? Раз с ним все в порядке, я думаю, что мы с вами можем спокойно отправляться тогда на работу. Но я боюсь представить, что с настроением у нашей Софии. Давай-ка мы откроемся, да? Пускать, пускать. Все здесь открыто? Да, открыто. Но у нас пока что звезд мало. Мы еле-еле успеваем тут справляться с нашими питомцами. А может, мы что-то новое можем купить? Не? Давай посмотрим. Час пик веотклиники. Но час пик, я боюсь, что временно увеличивает количество пациентов. У нас и так их полным-полно. У нас все забито пациентами. Так, пациенты. Такер. Такер, тебе не надо осмотреть. Тебе не надо. Я бы хотела, конечно же, Такеру провести такой вот просто осмотр, но... Управлять Маркусом. Что мы можем тебе произнести вдохновляющую речь? Ну, давай мы тебя вдохновим. Давай-ка мы повысим тебя еще до третьего уровня. И я бы хотела, чтобы кто-нибудь у нас занялся созданием лекарств. А ну-ка, давай-ка посмотрим. Управлять. Обязанности. Не лечить, не убираться. Повысить. Попросить создать лакомство. Стол для осмотра. Сыворотку для расслабления. Опа, стоп. Оп. А, все, у всех все в порядке. Я уже подумала, что у нас кто-то беременный там. Нет. Все отлично. Фух. Я спокойна. Так вот, я хочу, чтобы ты у нас... Так, попросить создать. Хирургическая камера. Так, гельная стимуляция почувствования. Лакомство. Лакомство. Давай-ка жгуче. Ириску. Изболотный. Батончик холодный. Давай, может быть... Ну, давай сделаем питательный батончик. Пусть у нас будет питательный батончик. Пусть ребята у нас работают. А мы с тобой должны, в принципе, приступать начать осмотр. О, смотрите, к нам пришли первые пациенты. Давай мы назовем тебя хорошим питомцем. Ты кто вообще такой? Ничего, что твой хозяин как бы ходит... О-оу. О-оу, ребят. Все равно все очень плохо. Все равно все как-то не очень хорошо. Я хотела бы... Нет, быть задирой я точно не буду. Давай мы успокоим питомца. И я бы хотела, конечно же, начать осмотр. Только переоденься, пожалуйста. Ты же понимаешь, что в таком виде будет не очень хорошо. О-оу, смотрите-ка. А у нас тут... Дружеское приветствие. Так-с. А ну-ка, слушайте, смотрите. Это пришел папка того мальчика. Ха-ха. Обалдеть. То есть этот... Ребята, а что происходит? Ребята, мне кажется, что что-то не очень... Такер. Такер, тебе лучше пойти на улицу погулять. Давай-ка займемся осмотром. Нам нужно начать осмотр, потому что никто уже ничего не успевает делать. Может быть... Пошли давай. Давай потопали. Мы сейчас тебя посмотрим. Надо разобраться с частью пациентов. И потом, я думаю, что мы с вами... Так, успокоим. Быстро утешим питомца. Быстро утешим. Ну, в общем, как видите, Софи приступила к работе. Софи приступила к работе. Она старалась сконцентрироваться, чтобы все было в порядке. Давай-ка мы осмотр пасти устроим. Потом посмотрим, наверное... Так. Так, кожу шерсти я не думаю, что... Давай дыхание послушаем. Так-с. О, так все! О, боже мой. Жесть какая, лечение. Так, что мы можем защитить на воротник? А, сделать укол? Такер. Ну, лучше бы ты не среди больных животных был. Я хочу вот этим заняться пациентом. Так-с. Самое дружеское приветствие. Это мой питомец. Это я им буду заниматься. Так, ну все, потопали. Выставляем счет хозяину. И, кстати, будем... 232 символиона? Серьез ли? Так это же очень даже здорово. Так, ну и где наш песик? Привет, песик. Что с тобой? С нетерпением будем тебя приветствовать. Вы видите, какой у нас просто тут завал. Завал пациентов. Все заболели. У нас все резко начинают болеть. Давай начнем осмотр. Мы с Рэем уже теперь стали настоящими друзьями. Так, Рэй, пошли. Тебя нужно подлечить. Я, правда, пока не понимаю, что с тобой не... А, уже вижу, что с тобой не так. А, давай мы начнем твой осмотр. Начать? Нет? Ни одного пациента? Я же тебя поприветствовал, нет? Давай тепло поприветствуем. Мы же добрые, дружелюбные. Ой, бедный Рэй. Вы посмотрите, какой маленький и хорошенький. А вы представляете? Это же папка нашего друга, ну, нашей Глории. Мы вылечим собаку, и мы будем просто героями. Рэй не дороже всего на свете. Последнее время он очень плохо себя чувствует. Сделайте хоть что-нибудь. Может быть, мы будем очень признательны. Да я уже бегу. Уже бегу делать что-нибудь. Давай мы начнем осмотр. Только бы сейчас Стефан не пришел. Нет, Стефана пока нет. В общем, у нас все под вопросом, что делать дальше. Куда отправляться? С кем вообще что строить? Ну, как вы понимаете, Софи сейчас точно не собиралась устраивать какие-то там романтические отношения с кем-либо. Она вообще хотела от этого всего отдохнуть. Она хотела отдохнуть даже от ветклиники. Да, она обожает животных. Она любит их всех. Но ей нужен был тоже отдых. Она хотела просто вот... Так, а ну-ка давай осмотр. Ой-ой-ой, ребят. Ой-ой-ой. Хотите сейчас встретиться? Нет, пока не хочу. Ты видишь, что я на работе? Бранд, ты вот не вовремя мне позвонил. Нам нужно посмотреть твою пасть. Мне нужно посмотреть твою кожу шерсть. Так вот, Софи хотелось в отпуск. Каждый день она практически проводила ветклиники. И ей нужно было куда-то отправиться. Поэтому она подумывала перед тем, как продать дом. Да, она собиралась продать дом. Она подумывала поехать куда-нибудь. Дамочка, может вам не надо здесь убирать? Как бы это не ваша парафия. Ну ладно. Так, болотная пасть. Хорошо. Ох, господи. Плацеп давай. Прекрасно. По-моему, уже это Венди, да? Так, я смотрю, что вот у нас еще Котейкин есть. Котейкин стоять. Самое дружеское приветствие. Так, Такер, ну пожалуйста, ну не распугай здесь всех. Тепло поприветствуем пациента. Давайте-ка займемся еще одним котиком. И потом, я думаю, что Софи решит пойти все-таки домой. И самый лучший вариант, который она рассматривала, это отправиться... Подожди, моя... Подождите, мы же уже вылечили. Опять Рэя что-то не так. Странно. А, он просто грязный. Тебя просто Рэй не помыли. Как можно быть таким хозяином? А в общем, Софи хотела отправиться куда-нибудь отдохнуть. И мне кажется, что самый лучший вариант перед переездом, это отправиться куда-нибудь в отпуск. Вместе с Глорией, вдвоем. Понятное дело, что питомцев мы сдадим сейчас в специальный отель для животных. То есть, чтобы... Так, теперь мы с Джузи друзья. Прекрасно, Джузи, пошли, мы тебя полечим. Так, ага. О-оу. Воу. Джузи хорошо себя чувствует. Просто пришло время планового осмотра. Ребята, вот это уже плохо. Только не говорите, что у нас тут еще у Такера новые будут щенки. Нет. Ребят, серьезно? Такер, ну как ты себя ведешь? Ребят, я не знаю, что делать с Такером. Я просто не знаю. Это какой-то кошмар. Это не пес, это какое-то ходячее развлечение. В хорошем смысле этого слова. Так, ну что, Джузи, поднимайся. Поднимайся, Джузи. Ой, мне нужно вообще-то в туалет. Нам нужно в туалет. Ну, ага, тебя успокаивать не надо. Осмотр. Ну, давай заглянем в карту. У нас, кстати, Стефан все еще в нашем клубе. Ну, я думаю, что нам нужно будет его оттуда выгнать. Так, давай мы померяем твою температуру. Здоровая кожа, чистый нос. Давай мы твое дыхание послушаем. Отлично. Ну что? Стандартный запах изо рта, нормальная температура. Глория возвращается домой со школы. Все. Питомец здоров. Я очень счастлива. Профилактическую прививку, может, сделаем. На всякий случай. Чтоб с котиком все было в порядке. Все, Джузи, ты молодец. Ты просто душка. Нам нужно трогать домой. Давай будем двигаться. Че ты плачешь? Я ж наоборот твоей кошечке помогла. Ты какая-то странная. Так, за всеми остальными питомцами, я думаю, что проследят наши помощники. У нас их, как вы видите, тут достаточно много. Пошли в туалет. Пошли в туалет. И я думаю, что действительно Софи вместе с Глорией могут отправиться куда-то попутешествовать. Так, мы рейтинг повысили. Ребята, ура, наша ветклиника повысила свой рейтинг. И это просто великолепно. Давай бегом в туалет. Слушайте, ребят, тут как бы много этих самых посетителей. Может быть, вы займетесь нашими посетителями? А то я смотрю, что эти ходят и вообще ничего не делают. Так, че у нас тут валяется? Это что у нас такое? Это какой-то из наших питательных батончиков? Давай мы положим сюда питательный батончик. А, ты не хочешь его сюда складывать? Ну ладно, я положу к себе. Может быть, какой-то кошке или собаке он понадобится. Кстати, да, мы даже не знаем, что мы там положили. У нас тут пробирка лежит. Отлично. Пробирка, это, конечно, то, что нужно. Ну что, потупали домой? Сейчас мы скажем Глории, что раз я уже закончила здесь занятие, сегодня четверг, я думаю, что... Ребята, ребята, я вот пока еще не разворачивалась. По-моему, это же Рокси, нет? Нет, это не Рокси. Рокси, это не ты? Неужели Стефан пришел? Сте... Сте... Нет, это не Стефан. Фух, я уже перепугалась. Потому что если бы тут был Стефан, то вы представляете, какая была бы неловкая ситуация? Подождите, подождите, пришла девушка. Девушка, ну, в смысле, жена Стефана. Ой, я сразу вижу, что у Софии упало настроение. Просто ужасно, кошмарно упало настроение. Ей действительно необходим отпуск, отдых. И, скорее всего, надо сегодня туда отправиться. Настроение у нас, конечно, просто не фонтан. Ну что, Глория, ты уже дома? А что у тебя с настроением? Ну, расскажи... Ты просто решила спрятаться, да? Давай-ка, Софи, мы с тобой починим здесь ванную. Или что? О, боже. У нас унитаз не работает. Давай починим. Так, Такер. Такер спит. Такер просто все время залипает. Такер у нас такой большой мишка, который любит поспать. Ну, хорошо, Такер. Ты пока что спи. А мы сейчас, Софи, закажем какую-нибудь путевочку и отправимся в джунгли. Да, ребят, мне очень хочется отправиться в джунгли, но сначала нам придется поднять мусорник. Софи, я тебя прошу, подними мусорник. И вообще, надо его переставить куда-нибудь. Кто мне звонит? Александр Гот? Нет, мы к Готу уже не ходим, ребят. С Готом у нас уже не складываются отношения. Мне все, вот все ребята сказали, что Гот у нас не ахти, поэтому... Эх, Сашка, Сашка, прости, пожалуйста, но... Не судьба. Как говорится, не судьба. Так, поставь, пожалуйста, мусорник. Все, не трогай, не трогай. Выброси мусор, выброси. Ну, зачем ты играешь? Нельзя играть с кучей мусора. Так, сюда же. Все выбрасываем. Куда ты пошла? Ты пошла все выбрасывать? Я бы хотела вообще мусорник куда-нибудь... Не знаю, внутрь вносить, конечно, я не хочу, но... Просто наши питомцы не очень красиво поступают. Хотела я, ребят, с другой стороны, если мы переезжаем, то какая уже разница? Мусор у нас есть, нет? Так, а ну-ка. У тебя все в порядке? Мы тебя тоже должны искупать. В общем, я думаю, что перед отъездом мы искупаем в ванне... Нет, не киев, вафлю. Мы искупаем всех наших животных, чтобы они чистенькими у нас отправились. А, ты играешь, я уже испугалась, что ты орешь. Чтобы они у нас чистенькие отправились в свой отель, отель для животных. Я просто не хочу никого брать из животных, потому что, ну, мало ли. Мало ли, надо ли их нам с собой брать, а вдруг там какая-нибудь болезнь или еще, не дай бог, что-то будет. Пусть животные от нас отдохнут. И мы отдохнем от всех питомцев, потому что, вы видите, у нас и целая ветклиника, и наши питомцы. Я думаю, что за ними там очень хорошо поухаживают, и все вообще будет отлично. Так, домывай давай нашу, нашу этот самый, нашу вафельку. И давай-ка мы возьмем отпуск. Давай возьмем отпуск. Нет, нет, нет. Мы с собой будем брать только, только, только Глорию. Мы с собой, вообще-то, могли Стефана взять, но я не буду его брать, нет. Может быть, мы с кем-то в отпуске познакомимся? Я не знаю, ребят. Вы пишите свои предположения. Кто-то может там встретиться Софи, или не может. Или же она у нас вообще такая будет вечно незамужняя, вечно неженатая. Да незамужняя, я знаю. Ну что ж, вафелька, ты у нас хорошая, послушная вафля. Мы сейчас тебя так вымоем, ты у нас будешь просто красавица. Хотя ты у нас так красавица. Софи, а ты не думала, что нужно снять эту кофточку с вафли? Ну, надо было бы снять. Мы, кстати, у нас сейчас есть 72 тысячи симолеонов. Я думаю, что мы сможем с вами еще и в нашем путешествии немножечко заработать, как вы знаете. Мы сможем немножко денежек заработать. Так, ну что, мы сейчас с вами выберем, куда нам с вами отправляться. Так, отлично, это самое волнительное, друзья мои. Самое волнующее событие, это выбрать место для отправки. Подгружаемся. Так, ну можно было в Гранит Фоллс, но я не хочу. Давайте в Сильвадораду, это же Сильвадорада. Итак, что у нас есть? У нас с вами есть бунгало в джунглях. У нас есть база. Восемь кроватей, я думаю, что нам это не подойдет. Убежище на холме. И Сильвадорадская вилла. Вот мне почему-то кажется, что лучше нам с вами взять жуткие многоножки. Нет, я думаю, что не лучший вариант. 228, 618, 554 и 717. Ух, надо подумать, куда нам с вами лучше отправить. Ну, понимаете, то есть тут жуткие многоножки. А, тут у нас, кстати, одна спальня. А тут? А тут три спальни. Ну, давайте, в принципе, сюда и отправимся. Правда, я не знаю, на сколько дней. Давайте на четыре дня. Давайте на четыре дня. Две четыреста, мне кажется. Хотя, что, четыре? Давайте на пять. Все, супер. Мы отправляемся в отпуск на пять дней. В любом случае, мы всегда можем раньше прерваться. Понятное дело, что будем, конечно, желать того, что мы не прервемся сразу же. Но кто знает? Кто знает, что может произойти? А вдруг мы, кстати, там какого-нибудь еще интересного питомца найдем? Может, мы кого-нибудь еще сможем взять к себе в семью? Пока что не знаю. О, да, ребята, мы с вами... Мы с вами, наконец-то, поехали в отпуск. Я представляю, как девчонки хотели отдохнуть. Но сначала я думаю, что нам нужно что-то приготовить поесть. Давай-ка ты подай ужин. А что бы нам сегодня с вами скушать? Садовый салат, макароны итальянские. Давай итальянские фрикадельки. Надо пойти занимать комнаты. Бегом! Побежали занимать комнаты. Причем мы будем жить на втором этаже. Я вот что-то подумала. Давайте-ка сходим в туалет. Ты хочешь в туалет? Я думаю, может быть, нам построить наш новый домик в стиле Сильвадорады. Девчонки так проникнутся этим колоритом, что решат, что почему бы и нет, почему бы не сделать домик в стиле Сильвадорады. Поднимаемся. Поднимаемся наверх. Вы посмотрите, у нас тут три спальни есть. Детская вот такая вот достаточно уютная. Я думаю, что для нашей Глории она будет просто перфект. Просто перфектная. Ну, а какую бы нам взять... Ага, тут для ребенка вместе с ребенком. Тогда я думаю, что вот эта синенькая будет для нашей Софи. Я предлагаю спуститься вниз. Софи уже заканчивает готовить ужин. А ну давай сюда. У тебя нет нас... Блин, ребята, она же только с мальчиком познакомилась. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, возьми порцию. И мне кажется, что нужно будет на следующий день отправиться изучать округу. То есть посмотреть, что у нас тут есть интересного. Кто у нас где живет вообще. Что у нас тут есть в джунглях. Может быть, с кем-то познакомимся сразу же. С местными жителями. Ну и вообще, надо познакомиться. Мы никогда никуда не выезжали. То есть Софи наша жила себе, получается, в Бриндлтон-Бэй. И никуда не выезжала. Я предлагаю стоп. Итальянские фрикадельки надо убрать в холодильник. Так, все, забираем. Садись, давай, покушай вместе со своей мамочкой. Выглядит, конечно, оно все очень аппетитно. Но вы видите, что у нас... А, нет, только в 8 вечера. Блин, можно было бы, конечно, сейчас... Мадама, у вас все в порядке? Ну, скорее всего, у нее все в порядке. Можно было бы, конечно, сейчас пойти куда-нибудь погулять. Но я думаю, что это не самый лучший вариант ночью в джунгли. Так, а вот тут у нас романтик место. Да, ребят, тут можно поиграть в шахматы. Тут можно что-то вкусное испечь. У нас, кстати, по-моему, тут нет телевизора, да? Угу. Прекрасно, у нас здесь нет телевизора. Блин, мне так нравятся те жучки, которые у нас там за окном шуршат. Может быть, мы что-то можем... Это что такое? Положить багаж? Так. Мартин останется под присмотром няни. А это хорошо. Это очень даже хорошо, потому что я переживала, что с Мартином будет что-то не так. А, как вы знаете, Мартин это наш щенок. Я сначала думала, какой Мартин? У нас же вроде детей нет. Но нет. Как видите, у нас тут все в порядке. Ох, я боюсь представить депрессию Софии, чтобы она не довела до чего-нибудь плохого. Может быть, давай сядь, почитай книжку. А ну, давай, почитай что-нибудь. А наша Глория пусть пойдет поиграть с игрушками. А ну-ка, давай пойдем поиграем. А нет, это у нас... Я перепутала наши ящики. Поиграй с игрушкой. Мы знаем, что Мартин осталась с Трицератопсом. В общем, девчонки на следующее утро собираются отправиться у нас в джунгль и посмотреть, что и как у нас тут происходит. Ну все, пора просыпаться. Пора просыпаться, приводить себя в порядок. Я смотрю, что Софи проснулась и у нее настроение очень даже нормальное. Я думаю, что она сможет спокойно пережить расставание со Стефаном. Пожалуйста, не заходи, не заходи, не заходи, не заходи, не заходи, не заходи, не заходи. Хотя, может быть, и заходи. Да ладно, ничего страшного, всякое бывает. Нам нужно пойти перекусить. А ты тоже, наверное, пойди перекуси, Глория. Потому что в противном случае, если мы сейчас отправимся на экскурсию в джунгли, то ты можешь там где-то проголодаться, а еды у нас с собой особо-то и не будет. Но я думаю, что перед тем, как мы с вами отправимся в джунгли, нашим девчонкам... Ой, ты вообще стиль себе поменяла. Нашим девчонкам стоит переодеться. Ну, как-то идти на каблуках или в каких-нибудь там туфельках будет как-то не очень красиво. У нас, к сожалению, все время вылазит надпись о том, что наш Мартин остается с няней, поэтому сори, ребят. К сожалению, сори, я ничего с этим сделать не могу. Так, давай-ка мы с тобой изменим персонаж. То есть надо нам с вами поменять и нашу Софи, и нужно поменять нашу Глорию. То есть чтобы они у нас девчонки такие, знаете, походные были. И посмотрим... Ты что, эти самые фрикадельки не можешь здесь оставить? Может, Софи переживает, что кто-то их сможет забрать? Окей, я, конечно, все понимаю, но этого я точно не понимаю. Софи, мы и тебя сейчас поменяем, и Глорию поменяем. Не переживай. Ребята, я, походу, поняла, в чем была проблема. Проблема была в том, что... Софи, ты где? Подожди, что значит, ты не здесь? Подожди-ка, Софи, я же сплотила! Ухаживать за садом. Ребята, в общем, короче, в чем проблема? В чем не просто проблема, а проблемище. Проблема в том, а ты сюда прийти даже не можешь! Короче, я начала менять наших персонажей. То есть, я решила, что Софи и Глория должны соответствовать, скажем так, антуражу. И поэтому я решила их изменить в кассе. И я так понимаю, что, скорее всего, из-за мода, мало того, что у нас пропало одно животное, давайте переключимся, нам придется снова сейчас отправиться в отпуск, потому что это пипец, ребята! У нас пропало животное. То есть, наверное, скорее всего, когда я заходила в касс и меняла персов, они у нас просто пропадают. То есть, у нас же, как вы знаете, по прописи 8 персонажей. Если вы заходите в касс, то, к сожалению, после выхода из касса они... Я не знаю, куда они деваются, кстати. То есть, они просто, типа, сбегают или же нет. Но это, блин, это так фигово! Я же так хотела новых персонажей. Ну, то есть, переодеть наших ребят. Так, ребят, я так понимаю, что больше мы так экспериментировать не сможем. У нас остался наш Мартин, но у нас пропала наша девочка. У нас осталась только Джен, к сожалению. И нас сейчас 8 опять. Так, ну что, давайте снова возьмем отпуск. То есть, у нас, подождите, с нас бабки же списали, да? Нет, мэрусиков нам не нужен. Нам вафля тоже не нужна с собой. Давайте посмотрим, кто у нас тут. Нам нужна только Глория. Нам нужна лишь Глория и никаких Стефанов. Да, ребят, с нас бабки-то списали. А где справедливо? Ладно, хорошо. Я понимаю про глюк, связанный с нашим, тем самым, с кассом. Но почему после этого мы вернулись домой, вот этого я, честно говоря, немного не поняла. Что за... Симс, пожалуйста, не надо глючить. Я тебя очень прошу. Ну, отправляемся туда же. Я надеюсь, что сейчас там никто не поселился. Где наш домик? Вот он наш. Это вилла. Опять возьмем пять дней. Вы понимаете, что это чисто нечестно. То есть, нас сняли деньги. И нас отправили домой. Я не думаю, что здесь играет роль тот факт, что у нас увеличено количество животных. Потому что, если бы это играло роль, то... Сомневаюсь. Не, ребят, ну как оно может быть связано? Не может оно быть связано. В общем, это вам лайфхак. Если вы играете с большим количеством персонажей, будьте готовы к тому, что может вот такой вот глюк произойти. Так, Мартин у нас, понятное дело, что с няней. С животными, слава богу, все в порядке. Ну, будем переодеваться, что делать? В общем, вот такой вот нарядец я выбрала для нашей Софи. Как видите, она у нас теперь такая вот дамочка в топике. Таких вот в брючках. И наша Глория тоже как бы переоделась. У нее такие ботиночки, шортики, рубашечка. Ну, она все-таки ходит в шапках. Ей это очень нравится. Она любит у нас такой вот пацанский стиль. Слушайте, а где мои... А, книга осталась. Значит, должны быть здесь и мои фрикадельки. Ну что, я думаю, что сейчас девчонкам нужно отправиться именно сюда, на главную площадь. Правда, в 8 утра я не думаю, что здесь много кто будет. Давай добавим твою дочку к себе. К себе. Действия добавим в группу, чтобы мы вместе перемещались. Давай-ка отправимся сюда. И посмотрим. Пока что никого нет. Так, добро пожаловать в джунгли. Ну, спасибо. Спасибо большое, что вы нас поприветствовали. Глория, ты бежишь? Да, Глория тоже бежит. Никого еще толком нет. То есть, у нас раннее-раннее утро. Но мы сможем сегодня с вами отправиться в путешествие. Мы сможем посмотреть, что тут есть интересное. Может быть, Софи здесь найдет какую-нибудь... Ну, хотя бы отвлечется как-то от того, что произошло с ней. Я просто очень надеюсь, потому что мне ее так жалко. Мне так жаль нашу Софи. Может, давай хотя бы познакомимся с кем-нибудь из местных. О, а это что у нас такое? Так, во-первых, возьмем спрегнетушитель. Обязательно нам нужно его прикупить. Нам нужно как минимум три штучки возьмем. Так, и что это у нас еще? Бодрящая жидкость. Конечно, пару штук, потому что если девчонки будут залипать, то это будет очень плохо. Давай мы, может быть, поздороваемся с тобой. А, или ты с нами даже разговаривать не хочешь? Не хочет? Смотрите. Спросить про новую пустую. Давайте поприветствуем дружеские. О, и у тебя есть кое-что интересное? Так, традиционная корзинка для сбора. Я думаю, что ты у нас прикупишь вот этих штук. Огнетушитель тоже возьмем. Кита, а это мачете, господи, какая катана. Мачете нам нужно. Обязательно возьмем бодрящую жидкость. То есть, в общем, пока что у нас есть денюжки. Конечно, я понимаю, что нам нужно будет с вами еще, конечно же, и деньги на то, чтобы новый дом построить. Но я думаю, что домом мы займемся после того, как вернемся домой. А для того, чтобы у нас с нами были денюжки, как вы понимаете, нам нужно будет отправиться на поиски приключений здесь. А что у нас есть в багаже, чтобы продать? Успокаивающее лакомство? Можно вот эту штуку продать? Может быть, мы это самое, что-нибудь попродаем то, что у нас есть? Правда, я думаю, что никому он тут не интересен. Пиратскую карту? Да. Я думаю, что это будет просто иде... А, тут сейчас кто-то, наверное, торговать будет. Нет, заберем к себе. Пока что заберем к себе. Я думаю, что мы сможем выставлять на продажу то, что найдем уже в джунглях. Но я думаю, что в джунгли мы с вами, друзья мои, отправимся. А ну-ка, давайте посмотрим. Уже ребята начинают тут собираться. Уже начинает собираться толпа посетителей наших джунглей. Я думаю, что мы по-любому сможем здесь с кем-нибудь познакомиться. Ну что, друзья мои, у нас такая сегодня серия немножечко грустная получилась. Наша София узнала правду. Она узнала о том, что... О-оу. О-оу, бывает. О, вы посмотрите, тут уже мужчины на нас поглядывают. Ну, понятная идея, такая яркая девчонка, как София. Она не может не привлекать внимания. Итак, сегодня София узнала правду. Она узнала о том, что Стефан ее обманывал. И на самом деле у того была жена. Она отправилась в свою ветклинику, надеясь как-то себя разбавить, знаете, свои мысли, поработать. И в итоге она решила, что надо взять Глорию, домахнуть в джунгли, отдохнуть тут, повеселиться, чтобы забыть про этого вредного Стефана. Заодно наши питомцы смогут от нас отдохнуть, потому что, вы понимаете, они тоже, наверное, устали, что за ними так вот не успевают следить все. А сейчас у них будет такой вот релакс без наших главных героинь. Что ждет их дальше, какие их ждут приключения, я думаю, что мы с вами узнаем уже в следующей серии. Поэтому, друзья мои, если вам нравится клиника Софии, наша София и Глория и их питомцы, обязательно ставьте лайк, нажимайте на колокольчик возле подписки, подписывайтесь. Увидимся уже в новых сериях. Всем пока-пока!